Добрый вечер! В эфире канал Медиаметрикс и программа «Цепная реакция». В студии Екатерина Скутина и Дмитрий Лисицын. Добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели. В гости к нам сегодня пришел Виталий Тович Третьяков, декан факультета Высшей школы телевидения МГУ имени Ломоносова. Виталий Тович, добрый вечер! Добрый вечер! Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Пожалуйста. Спасибо. Для этого есть некие объяснения, но, может быть, мы до них дойдем. Тема нашего сегодняшнего эфира – телевидение и общество. Известный социолог Симон Кордонский говорит, что у жителей России три единственных объединяющих начала – это рубль, телевидение и русский язык. Вот в чем, на Ваш взгляд, это утверждение верно, а в чем нет? Я знаю многих социологов российских, дружил, действительно дружил, помимо того, что мы вместе еще, как сейчас выражается, некоторые проекты реализовали, Бориса Андреевича Грушина, в каком-то смысле отца отечественной социологии, 60-х годов работавшего. Поэтому не всем социологам верю. Это довольно расхожие и банальные мнения, на мой взгляд. Население России объединено, ну, понятно, что русским языком, это из-за разряда банальности. Там всю формулу оспаривать не буду, разбирать не буду, а относительно телевидения, а смотря, что показывает это телевидение, то есть оно может и разъединять, и объединять. Так что, если объединяет, хотя национальные средства массовой информации, национальные медиа, особенно если они принадлежат тем, кто, собственно, является гражданами этой страны, там тоже могут разные коллективы, она, конечно, объединяет выходящие на национальном языке, в нашем случае главный русский, безусловно. Но, повторяю, многое зависит от контента. Есть телеканалы, ну, из тех, так называемых, федеральных, ну, хорошо известных здесь, центральных, в Москве, создающих свою продукцию, которые либо работают на узкий сегмент аудитории, в том случае имеют идеи, политику, там не то, что медицина, или там мода, кулинария, там животные, эротика, там сейчас все что угодно может быть. Нет вот идеологии, идеи, мысли, понимания настоящего, истории России, будущего настоящего. Они работают на узкий сегмент, там выбранный ими, ну, это такая идеологическая, фактически это партийные каналы. Кстати, многие говорят, что принцип партийности печати, ну, сейчас там партийности СМИ, медиа, он, дескать, вот Ленин там это придумал, а сейчас такого нет. Ну, это для, либо для простаков, либо для самоудовлетворения. Мы, дескать, не партийные. Партийность четко прослеживается для этого, вот, например, сейчас в американской ситуации, для этих партий, ну, и внутри республиканцев еще тоже есть партийные разделения по отношению к Трампу как фигуре, а партия конкурирует, в том числе своими идеями. Другое дело, что там я лично там против нынешней партийной системы в России, считаю ее несовершенной, да и ненужной, но это отдельная тема. Ну, в принципе, это партия, это конкуренция, идеи. И, соответственно, вот партийные телеканалы, это не значит, что мы, телеканал Коммунистической партии Российской Федерации, но сетевой телеканал, куда меня, кстати, сейчас приглашают, Красная линия, он там коммунистический, ДПР там свой есть канал, тоже часто приглашали, так ни разу до них не добрался, обижается. Вот, поэтому могут обнять, могут разъединять. Как привычка смотрения, то есть сидение у телевизора многих миллионов людей, но это в любой стране есть некое... Нас еда объединяет или не объединяет? Мы все утром завтракаем, в обед обедаем, в ужин, ужинаем, уже ужинают не все, в зависимости от... Кто-то после шести, да? Да-да, но, в принципе, это тоже же объединяет, даже больше, чем телевидение объединяет, это национальная кухня, между прочим, объединяет в каком-то смысле больше, чем телевидение, даже фундаментальней, потому что в зависимости от того, что ты ешь, что ты привык есть, есть твой образ жизни, есть, на части, стиль жизни, поведение, там, на десятилетие вперед. А телевидение, там, сегодня посмотрел передачу, там, не понравилось что-то, и ты можешь вообще бросить, там, смотреть этот канал. Валюта национальная объединяет, бессловно, и почти всегда. То есть, есть несколько таких институтов, между прочим, там, многие критикуют, я не знаю, насколько на вашем этом супер-пупер-продвинутом, насколько я понимаю, радио, популярная эта идея, но объединяет религия, вот в нашем случае православная, там, не будем брать этот, мусульманские, мусульманскую часть нашего общества, но веришь ты в Бога, не веришь, но вот православный цивилизационный архетип, он существует, он объединяет. Так что вот этот ряд можно продолжить. Бессловно, телевидение – одна из общинциональных медийных систем, которая работает либо на скрепление общества или объединение, либо на его разрыв, что мы видели, там, вот эти всякие цветные революции и прочее замечательное, радующее многих, значит, вот эти интерьеры, коллизии нашей жизни. Ну вот текущая система, она работает больше на скрепление или на разрыв? В чём она работает на скрепление, а в чём на разрыв? Ну вот, в принципе, вопросы не очень себя хорошо чувствую сейчас, вот когда отвечаю на эти вопросы по одной причине, но это выношено сказать. Дело в том, что это все вопросы из моих экзаменационных билетов. В принципе, вот Катя Скотина, которая тут там заглавная, как я понял, среди, да, она же училась у меня на факультете в магистратуре, и она должна была в моём присутствии декана отвечать на эти вопросы, а тут вот я вынужден отвечать. Сейчас просто я помяну кое-что из своего курса, поэтому скажу. Значит, относительно телевидения, я давно сформулировал, в 99-м году, когда вот фактически две партии телевизионные, две партии политические боролись в нашей стране, кто помнит, у вас там так аудитория, ну не совсем дети там, я так понимаю, не старики, но и не дети, да. Но и не дети, да, всё правильно. Вот, ну, надеюсь, кое-что не помню. Взрослые думающие люди, которые идут в ногу со временем и смотрят. А не думающие, вы как отсекаете? Насильственным путём? Насильственным путём. Так вот, в 99-м году, когда в конце лета Путин был назначен исполнительным местом и премьер-министром, и вот возникло, и выборы думские, тогда в конце года Ельцин ушёл в отставку, объявил, что там вот преемник Путин, его президент, а дальше были выборы. Тогда была куча всяких партий, некоторые до сих пор существуют, некоторые сейчас уже нет, а некоторые возникли, Единая Россия, там вот сейчас возникло, тогда не было. Но тогда боролись две главных партии, и я, оказывается, тогда об этом написал, это телезионные квазипартии, а то, что партиями называлось, они фактически нанизывались, как на шампур, кусочки мяса на эти две телезионные квазипартии. Одна контролировалась покойным Борисом Абрамовичем Березовским, это было в первую очередь ОРТ, но тогда, вернее, сейчас первый канал, тогда ОРТ назывался, и ряд других медиа, и партии Гусинского, здравствующего Владимира, извините, я просто их там хорошо знал, НТВ и там ряд других партий, и ряд других медиа. Вот они боролись друг с другом. Первый канал ОРТ тогда был за Путина, а НТВ, странники Гусинского были, был в первую очередь Лужков, но они там Евгений Алексеевич Примаков на первое место выдвигали. И к чему я это говорю? К тому, что в результате мы увидели, что одержал победу вот первая партия ОРТ, Путин стал президентом, а потом он разогнял всю эту шайку-лейку телевизионную, вот эту квази-партию. Нет, он начал с первого канала, с ОРТ, сначала был оттеснён Березовский, а НТВ, Гусинский во вторую очередь. Почему? Потому что он увидел на собственной карьере, что эти две силы, которые могут сделать кого-то президентом, или уж во всяком случае очень сильно повлиять на голосование. Очень сильно. Не так, что там пару процентов отняли или прибавили, а просто роникально повлиять. И понятно, я как раз тогда об этом писал, вот в мой учебник вошел, там, отдельной главой, что ему пришла в голову совершенно здравая идея, которая многим не нравится, и там, конечно, можно её оспорить, там все аргументы противоизвестны, что эти телеканалы должны быть национализированы, как раз в силу своей мощи. Почему? Тут я прямо отвечаю с этой преамбулой, отвечаю прямо на этот вопрос. Я тогда назвал центральные, федеральные телеканалы, общенациональные, политическим ядерным оружием. Ядерное оружие должно быть в руках у государства. Тут любой скажет, да? Может, хорошее государство, плохое, возглавляет его хороший, плохой человек, то можно спорить, но только безумие сможешь сказать, но это же не демократично. Пусть каждый обладает ядерным государством. От того, что вот каждый может почти, конечно, свободно купить автомат, хоть даже травматический пистолет, это он, сколько этих смертей. Тут мы сейчас по маленькой ядерной бобочке будем продавать любому, у кого там справки из дурдома нет, значит, он будет иметь ядерное оружие. Ясно, сколько это общество просуществует. Поэтому, поскольку телевидение, несмотря на наступление сети, тогда еще сеть только-только зарождалась, вот в своем понимании, все равно телевидение, общенациональные телевизионные каналы остаются этим политическим ядерным оружием. То есть, таким оружием, которое может одномоментно, моментально, радикально что-либо разрушить, ну, либо создать, но на это требуется несколько больше времени. И, понятное дело, что контролировать его должны силы, которые, по крайней мере, заботятся о сохранении этого целого, общества, государства. Вот с этим связано то, что, будучи демократом, в хорошем смысле слова, и даже, скажем бы, либералом, тоже в хорошем смысле слова, я, тем не менее, считаю, что в данный исторический момент контроль государства за общефедеральным, общенациональным телеэфиром, это есть скорее позитивное, чем негативное. Ну, а вот это на цвете, пусть расцветают все цветы, сто цветов на этом луге, пусть расцветают, на этом лугу пусть расцветают. Но букетик там, если ты идешь к Кате в гости, букетик ты же собираешь не из всего, что растет на этом поле, а отбираешь отдельный... Самые лучшие. Ну, во всяком случае, то, что тебе кажется. Так и любой человек поступает. И вот государство тоже, как представитель общенациональных интересов, собирает этот букетик из тех цветов, не беря то, что он начинает, сорняком там, ядовитыми цветами, с колючками и так далее, собирает этот букет. Так что, плюралист с плюрализмом, демократ... Инакомыслия, инакомыслия, все должно присутствовать, но не на развалинах, не в хаосе, все это должно декларироваться в структурированном и продолжающем существовать и развиваться обществе. Предлагаю обратиться к социологии, Дмитрий. По данным вопросов ЦИОМ, то, что Вы говорите, Виталий Тойчев, исследования немножко говорят о том, что то, что сейчас происходит на нашем телевидении, это влияет на наших граждан, именно на их эмоциональный фон. и эмоциональный фон улучшается. Дмитрий ознакомил. Я немножко по-другому это сформулировал. Есть данные условно-мониторинговыми вопросами 89-й и 14-й, которые показывают некоторые изменения отношения граждан. В 89-м году, в смысле? Да, в 89-м мы провели и в 2014-м. Он не является полностью мониторинговым, вопрос не совсем похожий, но они все равно тенденцию показывают. Да, это официаловский опрос, данные открыты и не наши. Телевидение ухудшает нравственную ситуацию в обществе. 89-й, 8%, 14-й, 38%. Правда, надо понимать, что 2014-й год – это особый год. Ограничивает интересы людей, 9-й, 20%. Если телевидение вдруг на месяц выйдет из строя, то люди от этого только выиграют. 89-й, 18%, 14-й, 35%. И в целом, по всем показателям видно, что внутренние параметры, некие качественные оценки отдельных сторон телевидения, они начинают, если не ухудшаться, то поляризироваться. В чем природа этого отношения? Вы слишком восторжены отношения к телевидению в 89-м и просто скептицизм здоровый? Или оно, правда, стало хуже? Нет, оно не стало хуже, безусловно. По крайней мере, оно стало многочисленнее, его стало больше, ну, вот этих каналов. Оно стало, соответственно, разнообразнее. Можно выбрать желанный, желаемый тебе набор телеканалов, соответственно, тем, или даже там идеологии, а другие можешь не смотреть. Раньше вроде бы тебе доставляли на дом ту идеологию, которая тебе больше не нравилась. Ну и даже можно выбрать там отдельно взятые передачи или там отдельно взять телеведущих, там настроить свой компьютер и вот эти все штуки, как они называются, я в том смысле традиционалист, вот, и те там будут показывать только телеведущего икс, который вот говорит то, что тебе нравится, или там телезвезду Игоря, который выглядит так, как тебе приятно. В этом смысле, да. Оно лучше, разнообразнее, сложнее. Но дело в том, опять вот, это Катя должна отвечать на эти вопросы. Я вам на госэкзамене все ответила. Мы с вами поменялись на время роля. Я все просто рассказывал это. И все это описано в моем учебнике, вот и журналистики, и телевидение. Как стать знаменитым на телевидении. Как стать знаменитым журналистом. Нет, нет, вот перестала учиться у меня, и уже там не все знаешь. Как стать знаменитым журналистом. Вот я читала вашу книгу. Прекрасная книга рекомендую. Первое издание 2009 года, в конце 2016 года я выпустил обновленный, дописал там еще тейт текст, от того, что сейчас стало вдове актуальным. Как стать знаменитым журналистом 2.0. И плюс, я выпустил на основе вот свои книги «Теория телевидения», несколько сокращенный вариант, в пару к тому, как стать знаменитым на телевидении. Это то, что две эти книги в 16-м году, в конце, в ноябре вышли. Так это я к чему? К тому, что там все это написано. То есть для меня проблема не найти ответ, а короче его сформулировать сейчас перед этой камерой, перед этим микрофоном. И так, после советского телевидения, которое имело там ряд своих характеристик, бессловных преимуществ, многие по нему, как сейчас выражается, ностальгируют там до сих пор по его контенту. Конечно, то телевидение периода перестройки, хотя каналов сильно много не стало, там к 89-му или там к 90-му, к 31-му году, но оно стало там вот разнообразнее. И плюс там появилось то, что не появлялось, а, разнообразней, и, б, появилось то, что раньше не могло появиться. Ну, все от того, что была там доминирующая государственная коммунистическая идеология, верил ты в нее, не верил, там не важно, но она тебе, значит, доставлялась через телевизионный экран к столу. А теперь стали и другие, даже на том же первом канале, ну, тогда первый канал центрального телевидения, возникло российское телевидение в скорости, вот, которое сейчас Россия-1, такое проельцинское она там сразу стала, ну, и так далее. И возникли, как в целом в обществе, вот с помощью этого, глядя на это телевидение, человек сидел, телезритель, тогдашний среднестатистический, и думал, ага, вот там Горбачев какие-то идеи, Ельцин с ним борется, демократические, это партии возникли, Московская там, в 89-й год это выборы, первый съезд народных депутатов, прямой эфир, там все начинают ругать, критиковать Горбачеву, прямо там, собственно, тогда Горбачев и поставил кресло на своей карьере, это, кстати, вот то, что у меня написано, это именно трансляции в прямом эфире, между прочим, по центральному телевидению, по этому государственному, полностью хода заседаний первого съезда народных депутатов СССР, все вот, к рогляю, собственно, все, ему конец, потому что он-то думал, что все будут его поддерживать, и это в прямом эфире пойдет на все республики, а получилось прямо противоположное, каждый второй стал его критиковать, каждый третий даже ругать. Но надежды были такие, вот какие времена пришли, демократия, сейчас вот, выборы свободные, а с помощью демократии, свободных выборов, как нас учили тогда, то ли специально обманывали, то ли сами были дураки, те, кто тогда так говорил, и тот другой вариант возможен, кто с помощью выборов свободных приходит, лучший, самый умный, лучший, все знающий, оказалось, что с помощью свободных выборов приходят часто, очень часто, чаще, чем хотелось, самый наглый, самый вороватый, хитрый, безусловно, но не умный, хитрый, все равно это разные вещи. И дальше распад страны, 91-й год, и это в том числе и с помощью телевидения, люди же это помнят, то есть, тогда они это фиксировали, но кто воспринимал, раз по Центку Союза, опять надежды, вот сейчас свободные России, отдельно отбросили этих средиазиатов, которых кормили, этих отбросили, но те надеялись, что они отбросили русских, теперь они будут, бешбармак есть, там не один раз в неделю, а каждый день, оказалось, что все это не так, но надежды были. А дальше наступил рутинное, то есть, дальше историческое время с разными коллизиями, 93-й год, там расстрел парламент, вот кризис, Ченская война, компания, одна вторая, с Западом, отношения любви, дружбы, там чуть ли не слились в экстазе политическом, а то вдруг начали ссориться, вот это все через телевидение на основную массу населения проходит, и естественно отношения, вот журналистика, вот в том числе телевизионной, все равно известно, носители меняются, технология доставки информации, а суть человеческого, человечества, суть человека та же самая, психотип, психология человека та же самая, она там отличается в Якутии от Африки, но в целом человек тот же самый, суть политики, не изменилась, и суть коммуникационного, вот этого составляющей политики, тоже не изменилась, глашатая, приносящего плохие вести, казнят, хотя он всего лишь донес, телевидение, которое приносит, доставляет тебе информацию о том, что тебе не нравится, оно виновата в том, что это происходит, вот то, что тебе не нравится, отсюда эти изменения, так что, все здесь просто, у меня, конечно, масса претензий, там, и к телевизионным службам, и к телеканалам многим, А самое главное, умер в этом доме, там, много дождем, умер сосед сверху, умер сосед снизу, в соседнем подъезде, это правда, но вам что будет приятно, это вот, на пятый день, вы ему, либо не откроете дверь, в лучшем случае, либо откроете его самого, переведете в положение, вот, тех, о ком он сообщал, а претензии к телевидению, да, вторая часть, это сущностные претензии к собственному телевидению, но тут нужно понимать, что телевидение, опять же, из теории журналистики, есть качественные, естественно, массовые информации, есть массовые, а есть бульварные, вот, ну, ты помнишь, я говорил, что пишущий журналист умнее, а тележурналист влиятельнее, и оптимальная сегодня карьера журналиста, чтобы сохранить умственные, интеллектуальные способности, все-таки начинать в газетах, там, в журналах, а потом приходить на телевидение, чтобы часто твои знания, ум, они вот распространялись на максимальную аудиторию, вот, поскольку телевидение массовое по определению, то есть газета еще как-то может существовать, там, тиражом, там, 25 экземпляров, 25 тысяч экземпляров, но телеканал, то 25 тысяч зрителей у него, аудитория, но он может, там, в общем списке быть, там, тысячным каким-то, но он ни на что практически не влияет, то есть телевидение массовое, средство массовой информации, это автология, по определению, качественного телевидения, отдельные телепередачи могут быть качественные, и отдельные нишевые каналы, типа канал Культура, а в целом телевидение массовое, а многие каналы желтые, даже бульварные. Массовое, значит, некачественное? А дальше, а дальше, какие претензии у нас к желтой бульварной прессе были? Вот они такие же есть и к этому телевидению. Развращает, опошляет, пропагандирует фактически невежество, да, это так и есть, я тоже давно, примерно, он просто у меня запал в голову, я его до сих пор привожу. Кого показывает телевидение? Так, медийные лица, так скажем, медийные персоны. Среди медийных персонок, там довольно много, да, такой пакет, там человек 200, там после 300, но есть так называемые телезвезды, вот, на кроках собирается максимальное число зрителей, вот, он на экране появляется, на кого, вот, такой звездой является Путин. Бессловно, но, во-первых, он не каждый день со своими выступлениями, вот, таким полномасштабными на телевидении, это раз, а, во-вторых, Путин говорит концептуальные вещи, но кто-то нужно, там, думать, спорить с ними, соглашаться, а телезвезда классическая, дестантный певец, там, или певец, в перьях, там, без перьев, в одежде, без одежды, ну, вот, это весь набор присутствует, он что угодно может нести, его все равно смотрят, вот, это, в принципе, отвратительно, для человека образованного, вот, я читаю лекцию, некий карнавал, да, да, не вспоминается, за ваших лет, что было, я читаю лекцию, студентам, говорю им правильные вещи, они им пригодятся в жизни, я им говорю то, что им действительно нужно будет в их профессии, и вдруг входит голый человек в аудиторию, и все взгляды на него, автоматически, он начинает читать какие-нибудь стихи, и все его слушают, мои лекции забыли, ну, я могу это объяснить, но относиться я буду к этому отрицательно, вот, он моментально переманил моих студентов, для которых я делал много полезного, знаний им нес, так или иначе, вот, поэтому, да, так вот, это, певица такая, там, была телепередача, где там, известный трюк, команда соревнуется, якобы в знаниях, один из этапов соревнования, кому-то из этой команды показывают карточку, там написано слово, и он, этот человек, в данном случае она, не повторяет эти слова, или это слово, другими словами объясняет, что это такое, а те угадывают, вот эта певица, я даже не помню имени, ну, да, может, она уже исчезла, телезвезды там появляются, гаснут, они себя телезвездами называют, звездами, часто это самоназвание, но это, кстати, это очень важно, тоже, принцип оглашенности существует в мощных медиа, те, кого телевидение назвало звездой, они будут звездами, пока телевидение не перестанет их называть, а что у них там в голове, насколько сильно они блестят в реальности, и нужен ли этот блеск аудитории, это вопрос предостепенный, так ей показывают карточку, там написано, Бернард Шоу, Катя, ты знаешь? Естественно. У Димы я не спрашиваю, просто неприлично мужчине серьезно задавать такой вопрос, а женщине в любом возрасте можно задать такой вопрос, она может, да, если не знает, может прикинуться глупой, вот сказать, ну, качество такое у женщин есть. Глупость иногда... Вы еще в женщинах неплохо разбираетесь, не только в телевидении. Но это пригласишь там на 8 марта, мы тогда там передачу вообще, тогда об этом поговорим. Глупость женщину украшает, некоторые женщины во всяком случае, а мужчин, конечно, нет. Так вот, Бернард Шоу, естественно, камера крупно показывает, она же смазливая, симпатичная, ну, все как полагается, у этих телезвезд. И видно, какой начинает мучительный процесс у нее в голове, извелины зашевелились там. То есть, она поняла слово шоу, поскольку она поняла слово шоу, она, естественно, подумала о телевидении. А дальше она думала, а что это за Бернард? Кто такой? Что за телеведущий? Какой Бернард? И вот она, она не может объяснить, потому что она не знает, вот как намекнуть на этого Бернарда, потому что она не знает, кто это вообще. Ни Малахов там, ни Ургант, ни Поза, кто такой? Я не помню, чем это закончилось, но вот этот мыслительный процесс, который отражался в ее глазах, на ее лице, значит, у меня даже статья была, кто такой Бернард Шоу? Это вот телевидение, вот претензии к нему, она существенная. Но дело в том, что все массовое автоматически ведет к снижению уровня, к понижению планки, это очевидно, это в моде там, но не случайно там можно все это пижотство, деньги, специально на пустом месте высокие цены, создаваем это от кутюр, и вот поезапорте, это французские слова, высокая мода, и вот то, что там для всех. Делают одни и те же люди часто, да и стоят одинаково, если только там не бриллиантами, украшено, но это пускается в тираж, и за счет этого, естественно, идет автоматическое понижение и качества, ну и цены часто. Это процесс неизбежный, это вот с образованием случилось. Все, кстати, наша страна, между прочим, под названием Советский Союз, гораздо раньше других и лучше других, вела систему массового, всеобщего, бесплатного образования. И уже в 60-е годы, в конце 60-х годов, в 70-е годы, и массовое высшее образование, бесплатное тоже, но оно не было всеобщим, а среднее всеобщим, начались споры. А зачем учить так много всех? У кого-то есть способности, у кого-то нет способностей. Ты учишь отличника и дворечника в одном зале, естественно, учитель ориентируется не на отличника, значит, что-то не поет, понижает планку того, что он преподает. Вот все массовое, оно автоматически понижает планку. Телевидение, массовое зрелище, массовая культура, массовые средства, массовая информация, автоматически оно понижает планку. Умных это раздражает. Ну и последнее, что там я в этом затянул, я же отвечаю, как хороший студент. Хороший студент должен ответить подробно. Плохой студент отвечает, произносит два слова, потом замирает и ждет. В ожидании. Да, да. Сразу поставит желанную пятерку или выгонит с заслуженной оценкой двойкой. Ну развернутый, вполне развернутый. И последнее, вот было масса претензий, но действительно, вот к советскому телевидению, о чем уже говорили, что там-то, индоктедиры, вот это там, люди там не разделяют коммунистическую идеологию, вот там моменту, а им вот все там под коммунистическими лозунгами. Сейчас, казалось бы, у тебя вот есть эти много каналов, а сейчас один, два, ну три канал там про путинских, назовите, мы говорим, как политические, а они государственные. Они тебе вот доставляют эту, значит, государственную идеологию. Она же точно такая жесткая, как коммунистическая, но доставляют. И люди все-таки говорят, это плохо, вот нас раздражают. Ну, говорит, ну посмотри другой телеканал, антипутинский у нас есть. Кто тебя запрещает? Что тебя арестуют за это? Телевизор тебя отключат. Вот. Ничего этого не происходит. Но в момент, вот когда тебе показывают то, что тебе не нравится, по идеологическим, по иным причинам, то ты начинаешь к вот этому носителю информации, опять же, относиться хуже, чем он того заслуживает. Поэтому, в принципе, претензии правильные. Ну и последнее, возникло же, возникла же сеть, которая не добавляет новых идей. Это тут то, что вот это дурацкое выражение, они создают новые смыслы. Это можно там сказать о Платоне, Аристоте, или там Ньютоне еще. А то у нас тут все, каждый, кто вот вылезет на экран телевизора, он думает, или напишет вот такую брошюрку, назовет романом. Вот. Вот, значит, новый смысл создает. Ты еще попробуй, создай новый смысл. Но новые смыслы они не создают, но много слов вот этих всяких произносят в сети. А главное, дают информацию, которая тебе не то, что недоступна, но телевизор, не можешь программой время показать все. Она делает автоматический отсев. Естественно, он делает отсев по значимости события и по, вот сказать, его вписыванию в эту концепцию государственного телеканала. Отбрасывает. Раньше тебе для этого нужно, чтобы узнать, что-то кому-то позвонить, а что у вас в Петербурге, что-то вокруг Исаакиевского собора, кто вышел против, тебе там друзья сообщат. А сейчас не нужно, он в 7 зашел, вот, да, все это есть. За Исаакиевский собор, против Исаакиевского собора. И так и говорят, ну вот, смотрите, тут вот настоящая демократия, а у вас там в программе время диктатура чего-то. Это не совсем так, но это тоже вот раздражает. Кажется, что сеть, она гораздо демократичнее. Опять же, как я у вас учил, там где есть сеть, там есть кто? Пользователь. Ну, понятно, что сеть замкнута, на себя. Там где есть сеть, вот какой, пользователь это муха. Там где есть сеть? Сеть, паутина, да. Ну, что там с коммуникацией, общения? Там есть и паук. А, там есть и паук. Да. Вот пользователь это мухи, да. А кажется, что паука нет. Только сеть, и мушки вокруг летают, выбирают, куда сесть. Вот мушки-то знают, что она выбирает, куда сесть, села и прилипла. И паук вылезает, и эту мушку сжирает. Так что, это такой видимый плеерализм, видимое разнообразие. Но оно привлекательное, потому что, вот отсюда претензии к телевидению, вот отожжённой офциумовскими опросами. Понимаю. Ну, если можно, мы попросить ещё, отдельно спросим. А вот хотелось бы спросить про… Я надеюсь, вы как сетевой-то видимо этих мух, но так ловите гуманным способом. Мы вообще пауки вот таких. Мы их не протезируем. Вот в связи с чем хотелось бы спросить. Ну, вот есть целый ряд форматов политических, которые явно пришлись ко двору во время как бы крымских событий и вот времени, которое известно у нас как крымский консенсус. Вот. Сейчас во всём обсуждается, вообще этот консенсус длится или уже закончился и нужен какой-то новый консенсус. Тем не менее, эти форматы продолжают существовать. Да, это когда там люди собираются, кричат друг на друга, каких-то бандеровцев приводят, значит, кричат на бандеровцев. Вот это ток-шоу. Ток-шоу. Да, и так далее. Вот, собственно, вот нет ли такого ощущения, что значительная часть телеформатов политических создана крымским консенсусом и уже не соответствует текущей ситуации и тем более повестке ближайшего будущего? Ну, в принципе, вы задаете интересные вопросы, но интересный вопрос отличается от неинтересного сейчас тем, что на него хочется ответить, вот фундаментально раскрыв все значимые грани проблемы. Значит, я постараюсь кратко, потому что и вопрос консенсуса этого крымского затронут, и, собственно, практика это ток-шоу телеканалом. Ну, я не знаю, как к вашей аудитории относятся, подозреваюсь, что она тоже таким либеральным вирусом захвачена и в смысле крымского консенсуса. Может, у вас там кто-то из этих якобы 14% там знаменитых, а они не 86, типа меня, консерватора, но я привык говорить правду, то, что я считаю нужным, то, что я считаю правильным, а не подстаиваться под аудиторию. Крепский консенсус был, раз. Крепский консенсус, и, конечно, там не 14% меньше, но это отдельная социологическая проблема, а я любитель социологии, я же Борисом Грушиным буду, я всех социологов, и покойных, и нанесдастующих, и Валерия Федоровна, естественно, знаю, и всех рукой, Аслона, там всем остальных, вообще я хотел быть социологом в советское время, одно из моих было желаний. Так вот, у меня есть свой взгляд на социологию, на опросы, я могу и вот эти циферки отдельно прокомментировать, но сейчас мы не социология. У нас 8 минут до конца эфира. Нет, хватит, хватит. Еще вопрос у меня. Да, не о социологии, а о Крепском консенсусе. Он существовал и существует. И он обозначен вполне понятной фразой Крым или Хамон. Вот ты выбираешь Крым или Хамон. Я выбираю Крым, при том, что я люблю Хамон, я очень больше люблю Фуагра и Устриц, но я готов пожертвовать Устрицем ради того воссоединения русской нации, разделенной русского народа, ну и вот всего, это не буду пояснять. И он до сих пор существует, эта проблема до сих пор актуальна. По разным причинам, но вот что, как будто бы она там ушла, а телеканалы все продолжают этим заниматься, это неправильно. Теперь эти ток-шоу. Но я регулярный участник таких ток-шоу на некоторых телеканалах, не на всех, и не всех ток-шоу, в том числе и по этим Крымским, ну по политическим делам. каких ток-шоу? Там, вот я отказываюсь, уважаемые каналы, первый канал, НТВ, вот эти дневные ток-шоу, вот где орут совсем, перебивают, вроде говорят о том же сумме, о том же самом, о чем в вечерних ток-шоу, куда я прихожу. Часто тоже отказываюсь, праздничаю, но все-таки я там бываю. Вот, но там не такой ор, и не нужно, значит, выхватывать микрофон и благиматом орать, чтобы тебя услышали, а одновременно еще пять человек кричат. Вот, вроде бы, это искусственно возникло, это возникло не искусственно, а потому что действительно остро всех проблем, даже тех, кто полностью за, я же не говорю за и против, кто полностью за, и там существовала масса оттенков, ну, например, там известно, да, Крым, а почему только Крым, Новороссия-то, она не только Крым, это и в Донбасс, и до Приднестровья, через Одессу, Херсонскую область, Николаевская, Одесска, и Приднестровье, то, что формально юридически в Молдавии, то есть и внутри кримского консенсуса были еще, были свои коллизии, интриги, и они до сих пор остались, потому что проблема Донбасса, как минимум, не дает об этом забывать. И тогда стали возникать эти самые, множество вот эти телевизионные шоу, а телевидение, по крайней мере, эфирное, как вы понимаете, общественные каналы, это крайне дорогостоящие дела. Из него можно получить большую прибыль, но туда нужно вложить и большие деньги. Чтобы был рейтинг, да? Да. для этого нужен рейтинг. И если бы эти передачи, можно из администрации президента государственного телеканала сказать, держи это ток-шоу, пусть там его мало смотрят, но тогда гендиректор этого канала скажет, администрация президента, они и так в этом разбираются, а зачем вам ток-шоу политическое, которое мало смотрит? Телевидение как раз для того, чтобы много смотрели, давайте мы что-нибудь другое сделаем, на ту же тему, с теми же идеями, но будут много смотреть. Так вот эти ток-шоу не только держатся в эфире, не только множатся, но и обсуждают действительно каждый день одно и то же часто, с одним набором часто этих самых приглашенных гостей. Гостей приглашенных. Почему вот я отказываюсь, чтобы каждый день не мелькать в телевизоре по одной и той же теме и в компании одних и тех же людей, но все равно смотрят. Это рейтинг есть, это действительно интересует людей. И в этом смысле телевизоре честно поступает, вот последняя фраза, года два назад он же был, полтора назад на Россия-1 был там такой большой ночной шоу, ну оно вечером называлось, я не помню, это ток-шоу, то есть специальный господент тогда же, ну не важно, и заранее был на три часа расписан, на четыре, то есть должно было закончить часа в два ночи. Я согласился прийти в начало, будешь снять сливки, пока там, а уж, ночные гости, пусть они там повторяют то, что ты сказал. и в рекламную паузу ухожу девочку, все, я поехал, как договорились, нет, Виталий, остайтесь, пожалуйста, ну что остаться, я не хочу, уже все, я все сказал, зачем будут повторять, вот, уже никто не смотрит, бросила такую фразу, через минуту, я там стоял, курил, через минуту ко мне подбежает продюсер, ведущий даже этой программы, говорит, Виталий, вы не поверите, смотрит, они, большие телеканалы, они по телефону замеряют, каждое, вот эти, их социологические службы замеряют смотрибельность в этот рейтинг по ходу передачи, мы сами удивлены, уже 2 часа ночи, уже 4 часа идет на одну и ту же тему это ток-шоу с чуть-чуть меняющимися лицами, ну это тоже, естественно, была украинская тематика, а все равно продолжают смотреть, и они вот, вот длили еще там час, вот пока уже не поняли, что, ну там люди стали уже экраном телевизора, просто там падать, засыпать, вот тогда прекратили. Витальевич, у нас, к сожалению, заканчивается эфирное время, и последний вопрос, который бы я хотел... У нас не 15 минут еще? 45 минут. А, 45 минут? к сожалению, да. Я подумал, что часто. Последний вопрос, он связан с будущим, скажите, пожалуйста, вот ваше видение о будущем телевидении, вот каково будущее? За 30 секунд. Да, за 30 секунд. За 30 секунд от Виталия все написано, я тоже вам говорил, гипноведение, это самое ужасное, что может случиться, то есть всем нам, но нам, слава Богу, мы люди взрослые от этого откажемся, я надеюсь, всем тем, кто будет рождаться дальше, вставляется сюда, ну условно, экран, тут говорится, для того, чтобы ночью спишь, у тебя там, страшные сны, а мы тебе будем давать приятные сны, какие хочешь, эротические, природа, там, картинки показывать, Рембранта, или Сирова, кого захочешь, он идет, соглашается, это становится модным, все вживляют, а потом он туда, это я называю гипновид, а потом туда, примерно то, что в матрице о фильме, а потом он туда показывает те картинки, которые делают его поведение полностью контролируемым, он там встает, думает, что он самостоятель, идет, делает ту работу, которую, может быть, не делал бы, голосует так, как нужно, это вот гипновидение, это пока лучшее телевидение, к сожалению, в этом смысле отвратительное для человечества. О, Боже. Хотелось бы, даже это реалии, конечно. Чтобы вам в конце что-нибудь приятное сказали. Да нет, на самом деле, мы хотим, чтобы вы сказали так, как есть. Либо суровая правда, как вы видите. Вы же профессионал в этом деле, поэтому мы и спрашиваем вас, как профессионал. На самом деле, не хотелось бы, чтобы именно так, развернулись события. Бороться, надо бороться против этого. Как будем бороться? Как бороться? Мет, три мета борьбы есть. Основных. Первое, революция. Сломать все, перевернуть, захватить власть. Второе, саботаж. В этой системе работаешь, но не делаешь, что-то не приказывает, пытаешься ее перевернуть. Третье, захватить власть внутри системы. Не разрушить ее в революционном восстании снаружи, а внутри нее захватить власть, возглавить и потом трансформировать. Вот три всего способа любой борьбы принципиальных. Пусть каждый выбирает тот, который хочет. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам. Дорогим, уважаемым нашим зрителям и слушателям. Хотелось, наверное, сказать в конце, что выход есть. Всегда, из любой ситуации. Вопрос в том, это дырочка или для тебя кто-то широко открыл двери. Согласна, да. Спасибо большое, что были сегодня с нами. Это была программа Цепная реакция. Екатерина Скутина, Дмитрий Лисейцын и Виталий Третьяков был сегодня у нас в студии. Спасибо вам большое, всего доброго, до свидания. Спасибо.